Футбольный клуб «Луч Энергия» продолжает печальную традицию своих финансовых передряг. На праздничных выходных команда вновь попала на полосы скандальных новостей. У себя дома приморцы встречали подмосковные химки. Матч начался с 15-минутной задержкой. Таким образом, игроки «Луча» протестовали против задержки зарплат, которая продолжается уже 4 месяца. Мы последнюю зарплату получили за июль месяц. То есть, можете сами посчитать, август, сентябрь, октябрь. Сейчас уже ноябрь начался. Никаких предпосылок для того, чтобы получить свои деньги, заработанные, нет. Также нам не платят ни квартирные, нет ни питания. Сама игра прошла довольно ровно. Соперники оказались подстать друг к другу. В итоге счет оказался справедливым. Ничья 1-1. Но матч ушел на задний план, так как акция от приморцев оказалась громче. На проблемы «Луча» обратил внимание президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Специалист пообещал помочь, правда посоветовал вместо акций решать дела на бумаге. Если тебе не выплачивают зарплату 3 месяца, нужно обратиться в соответствующую трудовую инспекцию по городу Владивостоку и подать заявление. Работодатель тогда будет привлечен к ответственности. Во-вторых, есть соответствующие дисциплинарные органы РФС. Но у нас нет ни одного заявления о задержке зарплаты и невыполнении условий контракта. Примерно такого же мнения оказался и глава ФНЛ Игорь Ефремов. Он, в свою очередь, добавил, что о финансовых проблемах «Луча» знает уже давно. Более того, руководство лиги само пыталось помочь приморцам. «Последние полтора года мы по мере возможности стараемся помогать клубу. Например, в прошлом сезоне приложили немало сил, чтобы они возобновили чемпионат в марте. Акция перед матчем с Химками, на мой взгляд, не совсем верный поступок. В то же время ребята находятся не в самом лучшем психологическом состоянии, поэтому чисто по-человечески я их понять могу». Ну а руководство «Луч энергии», которое болельщики считают главным виновником в ситуации, особо комментариев не дает. Исполнительный директор Александр Голубщиков отмечает лишь то, что все это не стало неожиданностью. Проблемы с финансированием никогда в команде полностью не исчезали. Так и есть. Например, в сентябре прошлого года ситуация была практически критической, когда почти все сотрудники клуба написали заявление о приостановлении работы из-за долгов по зарплате. Сегодня поделиться своими проблемами приморцам порой даже не с кем. Впереди у «Луча» 8 ноября домашний матч с Астраханским «Волгарем». Возможно, именно после него каждая сторона конфликта определится с тем, что же делать дальше. Максим Яковлев, новости спорта на 8.